Добрый вечер, дорогие товарищи! Тема сегодняшнего занятия «Проблемы истины, науки и политики». Читает лекцию доктора философских наук профессор Владимир Петрович Огородников. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые товарищи, с кем не успел поздороваться. Я вас приветствую. Я немножко расширю предмет своего выступления по просьбе Ирина Раккаевича и по требованию времени. Вы знаете, ситуация какая у нас. Архи сложная. Давно мы не попадали в такую сложную ситуацию. И политическую, и экономическую. Наверное, в истории нашей многострадальной Родины такие ситуации встречались. Ну вот, перед Великой Отечественной войной, да, такая ситуация была после Гражданской войны сразу, если идти так вглубь времен, такая ситуация была частично-экономической блокадой молодой Советской Республики. А вот сейчас вот мы тоже и в блокаду попали, и вот этот термин, что вот дело, речь идет уже не о санкциях, а о блокаде экономическое, уже стали наши СМИ использовать очень широко. Они там стали еще другие термины использовать, я еще о них расскажу. Вот, но волей-неволей вот придется, ну начну-то я с философского, об истине, потому что везде мы ищем истину, в том числе и вот в этой проблематике, сколько толкований, сколько интерпретаций, а где истина, а где заблуждение, а где откровенная ложь. В этом надо разобраться, а разобраться в этом нельзя, если не использовать общие положения, общее определение, общие критерии, чего? Истины. Вот, ну, я, кстати, уже выступал даже вот, может быть, частично в этой аудитории, то есть с этими людьми даже, по поводу истины, да, по поводу Украины-то нет, еще не было такого дела, да. Но все-таки напомню, некоторые основные положения, так скажем, марксистско-ленинской теории, учения об истине, там и Василий Сырёнович тоже приложил руку, но я сейчас не буду вдаваться в историю этой проблемы, да, очень подробно, а вот самые главные, основные. До сих пор у нас истину путают с чем, прежде всего, с синоним истины. Правда. Правда, конечно, правда. Правде святой. Господа, если к правде святой мир дорогу найти, не сумеет честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Это говорит герой великого произведения Максима Горького «На дне», актер. Вот он цитирует стихотворение в переводе на русский язык французского поэта Беранже. Да. И вот, так сказать, кстати, я не случайно это вспомнил, потому что часто нам пытается какой-то миф золотой повесить вместо истины, увести нас в какой этот миф, да, в какой, в религиозный, конечно, старая вещь, да, увести нас, и мы бы там грезили. А что, о чем, о рай, который нас ожидает и так далее, да, о том, что богатый не попадет в рай, скорее верблюд идет через угольное ушко и так далее, да. Вот эти все мифы, что да, вот будет хорошо, но только на том свете. А нам хочется уже и сейчас пожить, да, особенно молодым людям. Мы вот как-то уже вроде прожили, и так неплохо, я думаю, достойно. Вот. Ну, так и так, вот истина и правда, как говорят в Одессе, две большие разницы, да, потому что правда имеет своим антиподом ложь, и это категории нравственные, а истина имеет своим антиподом заблуждение, и это категории, как говорят философии, гносиологические, то есть теоретико-познавательные, относятся к теории познания. Вот. Поэтому они никак вообще не корреспондируются друг другу, не то, что не детермируют друг друга, но вообще никак не сочетаются. И поэтому, получается, можно нагло лгать и при этом говорить истину. Это странно, да? Нагло лгать и при этом говорить истину. Я приводил такой пример, мне он нравится, потому что я его взял, что называется, из жизни. Вот представьте себе какой-то очень верующий в то, что он говорит, верующий как в истину, какой-то астролог. У нас до сих пор астрологи пробавляются на этом, на ней просвещение, если можно так выразиться. Вот он попал, астролог, попал в среду астрономов, не любителей, а учёных. Ну, занесло его каким-то образом. Сейчас на гребне псевдодемократии могут быть такие сочетания. И он, конечно, знает, что в этой среде утверждать, что Земля есть центр мироздания, и что вокруг неё вращаются все светила, к которым причисляются и планеты, и звёзды. То есть, это система Птолемея, да, древнегреческого мудреца, философа. Ну, он уже, так сказать, попал в новую эру, да, он первый, второй век новой эры жил. Вот, так вот эта концепция до Коперника продержалась очень уверенно. Ну, и, но после Коперника она, конечно, уже достаточно хорошо развенчана и практически опровергнута, а она нет. Ну, многие астрологам доверяют, да, что вот как там планеты сошлись, как ваш этот гороскоп, вот вы кто, водолей, рак. У меня на работе, вот, понимаете, в серьёзном учреждении, в академии, да, одна дама, преподаватель подошла, и первое, что спросила для первого знакомства, вы кто? Я говорю, я не понял, кто, и Огородников с Владимиром Петровичем, да нет, это я знаю. Доктора философских нет, я не то. Вы, вот, под каким созвездием-то родились? Господи, ну, я думаю, шутить она изволит? Нет, серьёзно. Понимаете, люди, которые сами уже дают образование другим людям, и серьёзным учреждениям, они, оказывается, верят вот эти самые гороскопы. Ну, это вера всегда слепа, знаете. Вот, как только начинается рассуждение, вера пропадает, всякая. Слепая вера. Вот уверенность, она не то же самое, что вера. Ну, однако, и так, значит, вот, конечно, такие варианты. Попал этот, вот, такой правоверный, да, астролог, среду астрономов, учёных. И что он там будет говорить? Ну, скажем, ну, конечно, там, Земля в своём обращении вокруг Солнца, скажет кто-нибудь из этих астрономов, что-то они будут рассуждать. И он будет поддакивать, да, конечно, Земля в своём обращении вокруг Солнца. Хотя, если он правоверный астролог, он в это не верит. Он верит в то, что Солнце обращается к Земле, да. Но он будет поддакивать, потому что иначе он понимает, что его тут побьют. Ну, может, не побьют, но словесно-то побьют, унизят, да, выяснят, да, и прочее. И он будет поддакивать. Только вот, если он поддакивает, если он правоверный астролог, значит, он будет лгать. Он говорит, утверждает то, во что сам не верит, как в истину. Но при этом будет говорить истину, потому что он заблуждается. Понятно, да? Он будет говорить, что Земля обращается к Солнцу. Он будет лгать, потому что он в это не верит. Он верит в обратный процесс. Но, говорит истинно. Также во многих других случаях, да, верующий какой-то националист украинский, да, он свято верит в то, что украинская национальность выше, чем русская национальность. При этом без всяких рассуждений, да. Если его где-то там вот сейчас в плен поймали, да, начинает спрашивать и говорить, что он боится признаться, что он националист, да, то как с него и больше спросят. И он будет говорить, что да нет, ну, конечно, у меня там и отец русский, да и мать русская. Как я попал тут? Не знаю, так занесло, черт попутал. Конечно, между русскими и украинцами нет никакой разницы такой генетической, природной, что и предполагает всякий национализм, природное начало. Вот я тут, да. Ну, так вот, если он так скажет, а сам-то он правоверный националист, то он соврет, потому что он уверен в обратном. Хотя сам русский, а может быть так. Вот, вы знаете, против обвинения в национализме, главное сейчас аргумент со стороны Украины правящих верхов. Так смотрите, у нас президент-то еврей, да какие же мы нацики. Если у нас президент-то еврей, евреев-то, ну, фашисты-то, да, всегда, да. Что-то они делали, это жуть просто, да, сжигали жильём, вот, и с детишками. Так какой же мы национализм? Так вот, оказывается, может быть, еврей представляет национализм таким, да. И наоборот, или русский, вот как говорю, ну, может быть, вот, что вы думаете, там, среди воюющих сейчас против нас, там, одни украинцы, да нет, там, половина почти русских, вот, но некоторые воюют не из-под палки, не из страха, не из приказа даже, а вот, так сказать, искренне веруют, что надо, вот, да. Что Украина, Украина превыше всего. А всякие москови, там их надо давить, конечно, потому что они нас пытаются зазовить. Так что, может быть, и русский, и какую угодно национальности. Главное, чтобы он верил, что вот превосходство вот этой национальности над этой. Превосходство национальности. Вот я спрашиваю курсантов, когда я сейчас выступаю всё время, вот, в силу необходимости. Вот, в чём различие, да, спрашиваю, во-первых, национализм. Вот тоже проблема истины, да, национализм. Производен от какого слова? Слово нация, слово национальность. Абсолютное большинство, говорят, так это одно и то же. Колени один и тот же. Однокоренные слова. Да. Но у нас, вы знаете, в языке такие вещи, и в русском, и не только в русском. Нюансы. Бывает, да, такие нюансы. Национальность – это единство кровно-родственное. Генетическое, если хотите. Люди одной национальности отличаются внешне от другой национальности и объединяются внешне, да. Разрез глаз, профиль носа, цвет кожи, да, и так далее. А нация – это единство, и вот тут я, по-моему, и выступал на нашей конференции, и Иосиф Иосиф Иосифович, как раз Сталин внес много тут важного, да, в понимании вот этого различия между нацией и национальностей. А нас – это единство экономическое, людей, причем Иосиф Иосиф Иосифович, в своих работах по национальному вопросу, это и подчеркивал, людей, которые ведут совместное хозяйство, что называется, то есть работают совместно экономически в масштабах уже капиталистического государства. Вот нация – это капиталистическое государство стирает межнациональные, между национальностями перегородки, объединяет людей. И это объединение прежде всего экономическое. Люди разной национальности работают на одном производстве, делают одно дело. И это их объединяет. И, как правило, на этом производстве никаких таких распри на уровне национальностей не возникает, а наше производство не сможет работать, если будут какие-то распри, серьезные. Ну, вот я, выступая перед молодежью, говорю, что я уже такой старый человек, что являюсь ребенком войны, и моя биография уже, так сказать, воспроизвела многие-многие моменты биографии. В моей биографии отражена, да, как в капле воды, история нашей многострадальной отчизны, да, вот, начиная вот с первых послевоенных лет, как мы жили, да, жили мы бедно, в коммуналках. У меня было 43 человека жильца в коммуналках, люди разной национальности. Вы думаете, были какие-то распри? Никаких распри не было. Были распри, но не национально в почве. Знаете, что делили? Вот стол один на две семьи, вот маленький, в кухне. И вот попробуй там, а если семьи большие, а семьи-то состояли. В одной комнате жили три поколения людей. Бабушки, дедушки, повезло, выжили. Отцы и матери и дети, вот, в одной комнате жили, там, на раскладушках, вот так вот спали. Я сам так спал. Вот. Но вот распри-то не было. Почему? И откуда они взялись? Да? Точно так же я служил в армии, служащую службу. Полный интернационал был. Были столкновения. Знаете, какие? Вот это дедовщину, говорят, никто ещё не менял в армии, да? Но тем более мы служили три года в армии, четыре на флоте. Так вот, разница между салагой, первогодком, и дедом, третий год, большая получалась в возрасте, умении и так далее. Были какие-то на этой почве, ну, не то что столкновения, а вот, ну, какие-то насмешки, да, были какие-то шуточки. Ну, вот я рассказываю, ну, до преступлений не доходило, и до трак не доходило. Вот знаете, какой-то момент был. Я помню, пришёл на кухню, и вижу, наряд на кухню заступил я, и вижу, что там одного моего одногодка, салагу, дед этот, который старший по кухне, ефрейтор, заставляет продувать макароны на 150 человек, а тот такой был приём. 150 человек загружает, представляете, сколько макарон там сухих. А он говорит, а зачем? А он говорит, а ты дунь, вот макарон дуну, а там, видишь, какая пыль летит? Так надо каждую, ты будешь там загружать, и люди будут вот эту пыль есть, надо каждую продувать. И этот салага, ну, если городской уж, понимаете, да, он видит, этот дед-то с кем дело имеет. Сельского парня на этом деле не поймаешь, а городского какого-то такого, маленького сыночка, можно. Ну, вот он видит, шуточки. Вот такая дедовщина, но ни избиения не было, тем более, вот это столкновение на уровне старшей и младшей по службе, по возрасту, но никак не по национальному, полный интернационал, никогда не было столкновения. Вот все три года службы, и дальше я ещё офицером полтора года прослужил, вот, и ничего такого не было. Хотя вот эти дедовщины усилились, перешли к двум годам службы, усилилась дедовщина, перешли к одному году службы, вы знаете, да, вот ситуация какая, там уже не дедовщина. Когда это, два года назад, один парень вот из восточных областей, да, нашей России забыл, какой он был, национальность эта восточная, он расстрелял, да, пошёл в караул из автомата, расстрелял там пятерых, кажется, своих, включая офицера, да. Вот недавно его, по-моему, осудили только, да, вот, а тут столкновение на какой почве было, тут не дедовщина. Какой фон суда было? А? Суда было? Национализм, вот уже там, вот какие-то, понимаете, национальные меньшинства. А чего это они взялись, и в армии, да не только в армии, да, в гражданской жизни, откуда это всё, когда мы разбираем? Ну, я вот истину-то покинул, надо вернуться к истине, я ещё не всё сказал об истине. Различие между истиной и заблуждением, вот пара, да, такая, когда человек не знает, не понимает, заблуждается. Но если он вжёт, это уже другая категория, да, вот я вам объяснил это дело, вспомнили. Но, вот, а что такое истина тогда? Да, ещё один момент, ну, ладно, об этом я скажу, когда, вот, что такое истина, прежде всего? Вот тут древние греки нам оставили колоссальное наследство такое замечательное. Вот Платон, один из самых знаменитых, наверное, древних греков, вместе с, вот эта троица, Сократ, Платон, Аристотель. Ученик, учитель, да, ну, это, если сверху вниз идти, Сократ, учитель Платона, Платон, учитель Аристотеля. Вот это, конечно, три величайшие фигуры. Так вот, Платон, он дал, в том числе, и определение истинного. Первую, вообще, политэкономическую, можно сказать, работу написал государство, оставил нам. Вот, ну, вот, по поводу истины, другой работе он рассуждает. И к какому выводу приходит в диалоге с другим греком? Так вот, тот, кто говорит о чём-либо в соответствии с тем, как эта вещь существует на самом деле, довоит истину. А тот, кто, значит, говорит не то о вещи, не такая, как на самом-то деле, вот он заблуждается. Хорошо, это основа теории истинной, современной. Но тут чего нет? А вот как отличить? Вот говорит он, на самом деле, говорит он о том, что сейчас уже вот этот термин заменён термином более ёмким, адекватно. Если высказывание какое-то адекватно тому, о чём это высказывано или о ком, то, значит, это истинное высказывание, суждение. Истинным и неистинным из трёх логических форм, которыми мы оперируем в своей речи, на письме и в уме, прежде всего, является суждение. Ни понятие, ни умозаключение даже, как связь суждения, а именно суждение. Где что-то утверждается или отрицается. А если ничто не утверждается и не отрицается, это не суждение. На это я так в глубину пошёл, необходимо кое-что пояснить. Значит, итак, вот суждение. Если утверждение или отрицание в каком-то суждении адекватно тому, о чём говорят, вот есть национализм на Украине или нет национализма на Украине. Я, скажем, утверждаю, есть национализм на Украине. Так, если это адекватно существующему, ну как это проверить, то тогда это истинный высказок. Ну как это проверить? То есть, возникает вопрос, самый сложный и важный вопрос о критерии истинности суждения. То есть, как проверить, истинно или неистинно, можно ли это проверить? И вот тут я бегло пройдусь, очень бегло, потому что на целые лекции по одному критерию пройдусь по критериям, которые предлагались умнейшими головами человечества снова по новейшее время. Я уже греков не буду брать, там у них тоже есть, конечно, и не только у греков, там и Средневековье можно, у Фома Квинского кое-что найти, но не буду. А вот первый Рене Декарт, я думаю, его не надо представлять, выдающийся французский и физик, и оптик, и философ, и даже занимался трепанацией черепа, там изучал состав мозга, представляете, всем занимался человеком. Энциклопедически развитый, и во многих вещах, во многих, вернее, предметах он там делал большие открытия. Ну вот, на всякого мудреца довольно простоты. В своей работе «Рассуждение о методе» Декарт пишет, что истинно надо считать такое суждение, которое совершенно ясно, как истинное, тем людям, которые читают это или слышат. Ясность и очевидность. Вот для всех ясно и очевидно, ну тогда истинно. Вот на всякого мудреца довольно простоты. Вы понимаете, одному ясно, а другому не ясно. Я читаю лекцию в одной и той же аудитории, меня слушает 100 человек в среднем каждый раз. Ну и вот то, что я говорю, не всё, конечно, но часть из того, что я говорю, скажем, поняли 5-10 человек. А остальные нет, не поняли. Ну так что, значит, если они не поняли, для них это совершенно не ясно, то это не истина. А для тех, кто поняли, не истина. Вот из этого примера я Декарта критикую и говорю, что это субъективно-иделистический критерий истины. Субъективный, необъективный критерий-то выводится. Но почему я вообще вспомнил о Декарте, можно это к истории отнести? Нет. Этот используется, вот этот ложный критерий истины, используется сегодня где? Да в пропаганде, во всякой СМИ. Выводят какого-нибудь артиста, и он хорошо поставленным голосом, проникновенным, да, с абертонами, и с видом таким, абсолютно уверенным в том, что он говорит, да якобы, он может сыграть. Он там, сейчас тот же самый президент Украины, актер, вот он явно пользуется этими своими. Ну, небольшой он, актер, надо сказать, посмотрел «Слуга народа», в фильме, где он там сыграл президента удивительным образом, да, предварив свое будущее. Ну, тем не менее, значит, актер может, конечно, воздействовать на человека, даже когда он не верит в то, что он говорит со сцены или с экрана. Бывает такое, да? Ну, вот он не верит. Или он не сочувствует самому герою, но он должен его изобразить. Вот режиссер его так поставил, вот он должен, он должен правдиво какого-нибудь мерзавца изобразить, да, и нам будет ясно, что это вот истинный мерзавец, да, вот. Но мы относим это к образу, который актер отображает, а не к самому актеру, понятное дело. Так вот, ясность и отсидность, видите, субъективный момент, и этим, конечно, пользуются все СМИ, и, конечно, это и в театральном искусстве это работает. Можно, знаете, увести людей очень далеко. Вы знаете, как вот Владимир Ильич Ульянов-Ленин оценивал, да, и это раньше у нас во всех кинотеатрах, силу искусства, киноискусства, да, висела его фраза. Из всех искусств для нас важнейшим является кино, потому что главный пропагандист, главный агитатор. Вот Чапаева посмотрели, и те, кто Чапаева посмотрели, это поколение, а у меня потом ринулись в бой в 41-м, с открытым, как говорится, забралом, да, не боясь ничего. Воспитывали таких людей, да, и нас еще воспитывали в таком духе, мы тоже еще. Можем ринуться до сих пор, если надо, да, вот. А через что? Конечно, сила искусства. А может она, может эта сила там исказить истину? Может, да. И преподнести как истину заблуждение или явную ложь? Может, растиражировать при помощи современных средств дезинформации технических, да, чрезвычайно легко. И ясно и очевидно станет то, что на самом деле не является истиной. И вот уже тысячи молодых людей скачут по площади, кричат, кто не скачет, тот москаль, да. Но это же уже было, да, великий народ, один из самых просвещенных народов Европы, немцы, которые дали миру и Баха, и Биткоина, и Шиллера, и Гёте, и Гегеля, и Маркса. Вдруг эти вот люди, потомки, да, великих, образованные люди, выходят с соловянными глазами на площади, приветствуют фюрера и кричат «зихай». Вот как это можно? Да можно. Вот я ребятам говорю, курсантам, вы думаете, вас так нельзя оболбанить? Легко. Я даже знаю как, но не буду этого делать. Да мне и не дону. Легко. Любую идею можно выявить, да, если на это бросить средства массовой дезинформации населения, как я их неучтиво называю. Так что меня сняли 20 лет тому назад с телевидения уже, когда я сказал, что средства массовой дезинформации – это сила великая, гораздо больше, чем простое кино, о котором писал сейчас. Сейчас в руках находится чего? Кого, конечно, кто владеет, тот и властвует, да, владеет средствами массовой информации, тот и властвует, естественно. И вот тут ясная вся очевидность работает. Но я задержался на этом моменте, но я кинул мостик вот к национализму, как это можно подготовить? Вот еще один момент тут дополнительный. Вот у нас, да, у нас ведь, я абсолютно в этом уверен, я с самого начала говорил, когда там в 2014 году Майдан там в Киеве проходил. А мы-то уже это проходили, Майдан был уже у нас в 90-м году, был этот Майдан, да, все. И потом в 93-м расстрел Верховного Совета, вот, пожалуйста, все то же самое, история повторяется, потому что она закономерна. Поэтому, а что такое закономерность? Это повторяющаяся устойчивость. Так вот, я в каком-то году, в 91-м-то, я иду с занятий, устал из Таврического, из высшей партийной школы, иду по набережной, прогуляться решил по Неве, хорошая погода. Иду, и на Дворцовой площади, вот, мимо прохожу, тысячи людей, вот так, плотно друг к другу, а я и не знал. А это было время выбора первого президента России. Вот, и я, ну, полюбопытствовал, я же обществовед, я не могу как мимо пройти так, а что там такое? Ну, не, вот, зашел. А оказывается, под конец уже зашел этого действия, там была агитка за кого? За Бориса Ельцина и всех кандидатов. Вот, это весна была, 90, я уже начинаю путаться, 91-го года, поправьте меня. А? 91-го. 91-го, правильно. 91-го. Да, 91-го, весна, 91-го, уже так далеко, что ушло. Вот, и вы понимаете, вот там конец, это я застал, в конце человек с трибуны, потом я выяснил, это мой комсомольский приятель, с которым мы в комсомоле работали, но который быстро перелицевался, мгновенно. У него истина, то, что приносит пользу, да, это еще один критерий истины, прагматизма. И вот он там скандировал, и вся многотысячная толпа повторяла, он скандировал, что он Ельцин, Ельцин. И вот эта многотысячная толпа кричит, Ельцин. И кажется, Александрийский столб начинает раскачиваться в такт, Ельцин. Я смотрю, батюшки, вот, я смотрю на моих ленинградцев, как они мгновенно оболванили. А мне слышится, дуче, фюрер, зихай. Вот оболванили наших ленинградцев тоже. И кого угодно можно. А этих ребят, украинцев, за 8 лет с Майдана, да чего там, они выросли на это. Другого и не было, естественно. А за счет чего это, почему? Вообще национальность, что это закат, это откуда? Вот тут я перескакиваю с критерий истины на вот эти истины нынешние. Почему, на какой почве возник? Националистическая карта использовалась в течение столетий для того, чтобы противопоставить бедных бедным. В одной стране или в разных странах, да, во время войны, столкновения. Бедных направить на бедных. Да. А кем? Богатыми. Власть имущими и имущими не только власть, а владение. Да. Это принцип старой разделяя властью. Вы разделены не по имущественному положению, по национальности. И если вы плохо живете, так это виноваты кто? Ну, кто? Евреи виноваты. Еще кто-то виноват там. Москали виноваты сейчас, да? Потому что, почему он плохо виноват? Да вот они вот такие, да? И это замечательно работает, смотрите. Приходят новые поколения, проходят столетия. А эта националистическая карта опять срабатывает, срабатывает. Понимаете, что делается? Как-то вот я повторяю, это пушкинское. Кто жил и мыслал, тот не может душей не презирать людей. Ну, как презирать эту молодежь оболваленную? За что их презирать? Они другого не видели, не слышали. Вот они в этом родились. Абсолютное количество людей не могут разобраться в политических каких-то хитросплетениях. 99% населения и земли не может разобраться в этом. Только 1% может. Но как он разбирается, да? Вот так. Я, конечно, такие цифры даю, но приблизительно. Я за свои 77 лет жизни убедился в том, что да, так вот и есть большинство. И вот тут я выхожу еще на один критерий истины, который предложен был нашим замечательным революционером, большевиком и замечательным ученым Александром Александровичем Богдановым Малиновским. Другом Владимира Ильича. Они вместе на капре играют долгое время. Из-за этого Богданова у нас там фотографию показывали. Горький и Ленин на капре. А с кем играет в это время? Горький стоит над ними. Там фотография такая была. А с кем играет? Не сказано, кто этот третий-то. Его там никак не заштриховать. Так это Богданов. А почему о нем даже не скажут ничего? А вот почему. Богданов умница. Это Ленин говорил. Не я говорю. Умница. Замечательный, чудесный человек. Вот как Ленин. Он был эмоционален тоже. Так высказывал. По поводу Богданова Малиновского. Мало того, они же были родственниками. Потому что Надежда Константиновна Крупская приходила с двоюродной сестрой жене Богданова Малиновского. Знаете, вот какие связи-то до родственников дошли. Но Ленин был человеком принципиальным. Он никакие там родственные связи. Даже вот товарищ по борьбе. Когда Богданов Малиновский в одной из своих работ выдвинул критерий истины. Какой? Общезначимость. То есть, истину надо ставить на голосование. В этот период борьбы в пролетарском движении это было чрезвычайно опасно. Ленин понимал и критиковал Богданова в общем, абстрактном виде. Что если большинство считает это суждение истинным, то это не значит, что это истинное суждение. Они заблуждаются. Что всегда заблуждаются. Но Богданов как-то не понимал. Он был человек очень честным, открытым, замечательным учёным. Ну и вот с Лениным они разошлись на период перед 1917 годом. Так Ленин как принципиальный человек, он с Богдановым, поругавшись на этом основе, но он продолжал Богданов настаивать о том, чтобы это было введено как принцип при голосовании каких-то проблем внутри большевиков партии. Ленин настоял на исключении, кстати, Богданов упрекнул небезызвестный тоже Лунащевский, будущий нарком просвещения. Так вот, Ленин настоял на исключении и Лунащевского, и Богданова из партии. Вот за это дело. Там они ещё в другом. Там Лунащевский богоискательством, богостроительством занялся. Но это я не буду учесть в Москве. Лунащевского восстановили в партии после 1917 года, после октября. А Богданова нет. Но Ленин ему не мстил. Он был директором института, где он занимался переливанием крови, ставил на себе опыты по переливанию крови и переведил себе группу другую и скончался. Понимаете, какой директор института у нас сейчас будет на себе опыта ставить? Ну, на мышках, наверное, надо сначала попробовать. Так вот, общезначимость не есть критерий истины. Богданов заблуждался. Но эти заблуждения иногда очень многого стоят. больших просчётов и поражений, в том числе и в нашей борьбе, конечно, с международным капитализмом. Какие ещё? Ну, вот я уже упомянул, что прагматизм, да, вот, что полезно, то и истина. Это ведь целое учение прагматизма. Философское учение, разночальник американский, а не философ, Чарльз Пирс, конец 19-го столетия. И вот он там, этот Чарльз Пирс, в своей работе, которая так называется, прагматизм, такая вот толстая штука, я её еле удалил. Такая нудная, знаете, бывает иногда, вот надо прочесть, а то как же будешь критиковать, а не прочитал, там выхватил фразу, это нечестно, да. Вот, и к истине далеко, от истины далеко. Так вот, Пирс там пишет, надо признать, вот выхватил я всё-таки это определение истинным, такое суждение, которое продемонстрировало свою практическую полезность хотя бы для ограниченного круга лиц. Кому-то полезно, значит истина. Ну, вы понимаете, кому-то всегда что-нибудь полезное. Такая чудовищная ложь, да. Как писал тот же Александр Сергеевич Пушкин, «Тьмы низких истин нам дороже, то есть полезней, нас возвышающий обман». Вот и всё. Используется этот критерий истины сейчас больше, чем достаточно. И общезначимость, я не сказал, используется. Что у нас в Конституции действующее и записано на России? По поводу демократичности нашего строя. Как аргументируется, что мы в демократической стране живём-то? Главное-то, что в первых параграфах Конституции? Это всеобщее избирательное право и избираемость снизу доверху всех представителей власти до президента включительно. А избираем. Вот так вот мы демократичны. Большинство проголосовало за. Значит, всё. Наш истинный президент или за Конституцию проголосовали тогда, в 1993 году. Значит, это всё замечательное, народно одобренный документ. Но те, кто голосовал за Конституцию, они её не считали в проекте, 90%. Проголосовали, да, все голосовали, чего мы там разбираться будем. А я голосовал против Конституции. Но когда теперь я должен, знаете, принцип демократического централизма был у нас и остаётся в партии коммунистической. А тут тоже такой принцип. Ты можешь возражать, но если принято всё, обязан как гражданин. Ну, а куда мне деться, иначе всё, тюряка. Хотя там, знаете, такие противоречия внутри Конституции. Это отдельный разговор. Вот. Ну, вот такая общезначимость. Вот, понимаете, тут работает критерий общезначенности. Большинство проголосовало, значит, истинная. Вот документы истинные. В каждом пункте, в каждом параграфе, в каждой главе, в каждом параграфе. Но большинство-то не разбирается. Я всегда привожу такой пример, вот на лекции, когда это касается вопроса. Так или иначе, обычно. Представьте себе, во времена Коперния, это всеевропейский референдум. Кто за то, что Земля, как считает нечестивый Коперник, обращается вокруг Земли? Кто против? Коперник остаётся в абсолютном меньшинстве. Без всяких подтасовок, вбрасывания бюллетеней. И всё честно проголосовали. И наблюдателей не надо. Всё ясно. Ну так, Коперник, какой ты учёный? Не владеешь ты истиной? Хочешь там мозги запутрить, как говорят. Всё. Значит, вы понимаете, вот общезначенно никак не годится. Поэтому вполне Ленин был прав по отношению к Богданову, как вот философ в данном случае. Полезность уже сказал. Значит, дальше пошли такие субъективные тоже. Это всё субъективно-идеалистические, кстати, критерии-то. Ну, большинство субъектов проголосовало. Да, общезначенность субъективная. Неадекватность объективной реальности. А вот мы проголосовали, мы собрали большую часть людей, которые вот так считают. Значит, всё. Значит, кто не скачет, тот москаль. Ясно. А нас-то большинство. Где тут москаль? Все скачут правильно. И москаль будет скакать, испугается, ведь убьют ещё. Не говоря о том, что покалечит. Так, теперь, значит, вот такие субъективные идиалистические появились уже в 20-е, 30-е годы. Там позитивизм, неопозитивизм. Я об этом не буду ничего говорить. Но там ряд замечательных умов. Прежде всего, такой английский учёный, философ, математик. Бертран Рассен. Вот он эту идею очень поддерживал. Какую идею? Неопозитивистскую. Что истинным надо признать такое суждение, которое проверяется в чувственном опыте. В непосредственном чувственном опыте. И даже другой автор, там, Витгенштейн, приводил такой пример. Дождь идёт, суждение истина, если дождь идёт. Посмотрел? А, идёт. Ну, всё, истина. Ну, потом эти мудрые ребята, Бертран Рассен, он уже создал язык математической логики, специальный искусственный язык, который потом в компьютерах стал применяться, язык. Вот вначале эти искусственные языки сначала по Рассен работали наши компьютеры. Так вот, и тем не менее, вот опять, на всякого мудреца довольно простоты. Чувственное. Ну, да, дождь идёт, если дождь идёт. А если он не идёт? А если он вчера шёл? Вчера шёл дождь, суждение. Как его проверить? А там лужи уже все высохли. Смотрим за окно. Непосредственный чувственный опыт не даёт нам. А завтра будет дождь. Как это чувствовал? Ну, никак. Вот они задумались и решили, что надо тут что-то подработать. И тогда выходит вперёд один из этих представителей Венского кружка философии в Вене. Как раз это всё происходило в 20-30-е годы, вплоть до прихода фашизма в Австрии. Когда Джорджа Мура, организатора этого кружка, просто его аспирант застрелил на лестнице в университете. Фашист выщик. Понимаете, Амур выступал против фашизма. Опять вот мы сталкиваемся с фашизмом, с идеей тут. Так вот, выступил Рудольф Карнап и говорит, что, ребята, у меня другой критерий истины предлагают. Истинным надо считать суждение, которое внутренне, логически, непротиворечиво составлено. Правильно, иначе говоря. И не противоречить другим суждениям в составе данной концепции. Вот тогда это суждение истина. Ну, чтобы вам попроще объяснить ситуацию, почему Рудольф Карнап не прав. Вот я вспоминал уже Птолемея. Создателя геоцентрической системы Земля в центре. У него всё было так логично расписано. Это же не просто вера была, это научная концепция была. Он там все странные движения планет якобы вокруг Земли. Венера вот идёт, идёт по небоскору. Если несколько ночей наблюдать, идёт и вдруг потом поворачивает, такой зигзаг делает. И так же все другие планеты. И Солнце. Только на Солнце тяжело смотреть, да, чтобы эти зигзаги обнаружили. Так он это объяснил эпициклами. Что Венера обращается не сразу вокруг Земли. Она вращается вокруг невидимого центра. А этот невидимый центр вращается вокруг Земли. Если радиусы подобрать, всё подогнал. Всё логично было, понимаете. Логично, математически выверено. Поэтому Птолемею поверили и учёные, и не просто теологи взяли на вооружение эту концепцию. Они давно уже её взяли. Когда она была, в общем-то, верой, а не знанием. А тут было как бы знание. Но, правда, знание было заблуждением, а не истинным. И до Коперника никто из серьёзных учёных не сомневался. Потому что всё логично, всё доказано. И мы до сих пор на эту удочку клюём. Если кто-то перед нами выступает, у него из одного суждения. Очень логично. Он обосновывает другое суждение, опираясь на это. А это он не обосновал. А мы не ловим этого. А потом идёт к третьему суждению, которое выводит второго. Всё доказал. Как стройно, как ясно, как отчётливо и как логично. Увы, логичность есть критерий научности. Если что-то написано нелогично, если автор себе противоречит через строчку, или даже через страницу, через главу, сам себе логически противоречит, высказывание логически противоречивает, это не наука. Всё. Поэтому все теологические писания не наука, а антинаука. Поэтому критерии. Но логичность критерий научности, но не истинности, как я сказал. Так же, если нам пытаются доказать сейчас, какие-то концептуальные схемы строить, и говорить, что частная собственность священно неприкосновенна, хотя вот вы понимаете, что у нас, какая подвижка сейчас, если перейти опять к современности, к самой последней, злободневной современности, вы смотрите, что уже по каналам, которые ведёт Владимир Соловьёв, которого ну никак нельзя упрекнуть в том, что он человек преданной истине служения, и ничего кроме истины, да. Но тем не менее, смотрите, у него что высказывается. За национализацию высказывается. В связи с чем? В связи с тем, что нас обложили, как медведя в берлоге. Русского медведя обложили в берлоге. Действительно, экономическими санкциями, которые уже переходят в экономическую блокаду. Это действительно так. Но вот понимаете, мы попали на что? Вот когда всё началось-то основное, с разрушения Советского Союза, великая общность, советский народ, которая не просто была фразой красивой, она существовала, это экономическая, культурная общность была, советский народ. И мы говорили на одном языке, как новая нация была создана. Так же, как американцы. В Соединённых Штатах они же нация, американцы, не евреи, не негры, не китайцы, а американцы они. Прежде всего, вот это нация, а не национальность. И там они вроде с националистическими какими предрассудками пытались бороться, а теперь впали опять. Вы знаете, полицейские неграм ноги мыли и воду пили. До чего дошло. Национализм и расизм наоборот. Но так же, как и с другими вещами. С меньшинствами сексуальными. Как говорится, мир сошёл с ума. А был ли он в уме в этом отношении? Ну, я чувствую, что я так, как всегда. Ну, слишком большая-то. Ну, а вот логичность, значит, не годится. А что же предлагает марксизм, марксистская философия в качестве критерия? Практика. Ну, практика – это не тоже нечувственная деятельность. Практика не просто вот я перекладываю там часы с места на место. Это не практика. Практика – это организованная, целенаправленная, совместная деятельность людей. Так? И она может существовать в трёх формах. Первое и главное – это что? Это наше производство материальных благ. И теперь добавим и духовно. Практика вот этой деятельности нашей. Иначе чего я стою? 50 лет я преподаю только, да? Материальные блага не создаю. Значит, я всё-таки хочу примкнуть к тому, что я в общественной практике принимаю участие и что-то такое делаю. Вот. За что деньги, как говорится, получаю? Так вот, производственная практика. Дальше она может материальной и духовной быть, да? Дальше что? А дальше практика социально-политическая. У нас необходимо, пока существует государство, эта практика, государственная форма управления необходима. Социально-политическая практика. Объектом этой практики является что? Общество. И, наконец, научно-экспериментальная практика, которая может касаться и природы, и общества эксперимента, да? Вот такие. Вот где можно познать. Но, к сожалению, вы знаете, вот практика-то вот не всегда нам дана в зрелом виде, чтобы мы сразу могли убедиться в том, что вот это, к чему нас призывают где-то там, вот это и есть действительно то, к чему надо стремиться. И вот эта проблема Украины жуткая. И как мы тут поступили? Вы знаете, как нас тут обвиняет, ну, наше руководство, прежде всего. Вот я вам скажу, личное мое впечатление, вот так, извините, конечно, хотя я не должен выступать от себя лично, это субъективизм такой какой-то получается. Но вот мое личное впечатление, вот надо было так поступить, но надо было поступить раньше. Раньше боялись, не были готовы материально и так далее. Потому что эти-то ребята там готовились с той стороны. И действительно, если бы мы не вторглись, да, они бы, конечно, начали. Они бы там перемолотили Донбасс и Лугаск, и тогда бы мы уже на своих границах бы вынуждены были бороться с ними. Или даже, вы знаете, у меня вот один коллега живет в Курске, он говорит, окрестности Курска были обстреляны в Украине, представляете, вот, нам что-то даже об этом не рассказывали. Ну, вот, факт тот, что, ну, вы знаете, там Ростовская область это рассказывали, то есть, тут вариантов не было, но как вот дошли до жизни такой, и почему мы сейчас страдаем так вот, этого экономических санкций, да потому что, вот, смотрите, последнее сообщение сегодня, очень характерное. Вот мы очень рассчитывали на Китай, вот, с Китаем, я помню, когда еще в детстве мы пели «Москва-Пекин», «Москва-Пекин», мы нильки дружбой проведем. А вот, пожалуйста, Китай отказал нам в поставках комплектующих для авиационных двигателей. А уж как рассчитывали? И теперь мы будем просить Индию. До чего мы докатились? Индию просить, да? Ведь у нас свой, а где у нас авиационные заводы? В Харькове были, в Харькове. А где этот Харьков сейчас, взяли его или еще не взяли? Мне звонил 24-го числа, мне звонил суперветеран, ему 103 года будет, 4-го апреля. Вот, ну, еще в здравом уме. Так вот, он мне говорит, Володя, что делается? Ты мне объясни, старику? Я ничего не понимаю. Мы, говорит, Харьков брали. Мы освобождали Харьков от фашистов. Я говорю, и сейчас от фашистов? Вот, ну, так сказать, только других. Он говорит, что такое? Ну, вот мы поговорили, в общем, пришли к общему знаменателю. Конечно, вот то, что мы потеряли свою экономическую самостоятельность в 90-е годы, все было разрушено. Советский Союз был не просто разобщен, да, а все было разрушено. Производство, наука, образование, все лежало в руинах. Некоторые экономисты до сих пор говорят, и правильно, я думаю, говорят, что вот то, что мы понесли, какие экономические, только потери, они приравнены к тем потерям, которые мы понесли во время Великой Отечественной войны. Понимаете? По масштабам, по глубине вот такого. И как нам надо подниматься с руин? Я отнюдь не путинец, но не путинист, или как бы лучше сказать. Но вы понимаете, вот все-таки почему вдруг… Россия, когда лежала в руинах, там, вы знаете, Борис Ельцин там обнимался с другом Биллом, да, у нас, и клялся в верности, говорил, Бог храни Америку там и прочее, а до этого выступал, когда был первым секретарем Свердловского обкома партии на съезде, ух, какой Ленинс, какой марксист, кошмар вообще. Ну, перельцевали все, конечно. Вот прагматизм. Где полезно, там и истина. Вот и мы этой будем истину глаголить. Ну, это же не истина, понятно. Так вот, все-таки Путин, ну, я так знаю, не только понаслышке, а связанный я с этими отраслями, да, промышленность, и военную промышленность все-таки подняли мы. Почему мы стали неугодными? Во времена Ельцина думают, что Россия, что Россия ногу вытирает, можно, да, и они уже… Мы стали фактически колонии. Мы стали не юридические, а фактически колонии. Вот. А тут они голову начинают поднимать, они начинают устанавливать свою промышленность и прежде всего, конечно, военную. Ну, и надо было, конечно, военную, да, подтягивать, конечно, надо. Ну, вот тут, опять же, у того же этого Соловьева на передаче стали выскакивать не только с национализации предложения, но говорят, что мы пока свой олигархат не разобьем, мы ничего не сделаем. Не внутри страны, не наружу, потому что они – это пятая колонна наша, да, внутри нашего государства. Ведь не даром этот Ходорковский, я люблю это цитировать, даже в нескольких статьях, бывший глава Югосета, миллиардер Ходорковский, опальный, единственный опальный у нас миллиардер, да, оказался тогда. Он писал в «Матросской тишине», что предприниматель должен поступать не как патриотичнее, а как выгоднее, иначе он всё, перестаёт принимать его задушку. То есть, предать Родину – пожалуйста, продать что-то за рубеж – пожалуйста. Поэтому как мы можем, да, с этим олигархатом рассчитывать на подъём наше, а сейчас-то нам экономически, как подниматься? Мы опять оказались в конце фронтов, как когда-то, да, и опять весь мир, вот, как когда-то там-то, бывшие союзники по Первой мировой войне на нас ополчились опять, и это ещё в большей степени, и даже вот дошло до того, что Китай и то вот не хочет. Вот выгоду свою ищет, что будут и против него санкции, как бы там что-то не вышло, понимаете. Это, конечно, тяжелейшее положение, тяжелейшее. У нас и некоторые молодёжь там, знаете, это всё воспринимает. Мы воспитали молодёжь, это же что? Поколение потребителей, да, потребительское общество. Поэтому они когда видят там вот, чтобы далеко не ходить, вот мои дети, у них там 500 тысяч подписчиков в ТикТоке на моих детей, а? Вот, они там выставляют. И тут ТикТок, оп, и закрывают. Хокинки, то есть, как они, негативно реагируют, да? Хорошо не пошли туда, поэтому звали там их приятели, подружки. Ну, не пошли, что-то у них там сработало какое-то, чувство, не знаю, если не мысль. Так, понимаете, молодёжь, конечно, негативно всё эти перемены воспринимает, конечно, негативные перемены как позитивно воспринимательные. Вы видишь, и вот это, и смартфоны дико подорожали, и вообще не будут производить, и поставлять, и прочее. А как же мы будем жить, вот всё, понимаете? Они не готовы к каким-то таким переменам, да, психологические. Ну, это можно понять, но нам надо с этим жить дальше, и с нашей молодёжью, и с ними работать. Я понял, что я уже совсем заскаливаю. Вот. Так что, понимаете, вот как говорил Гамлет со смешанными чувствами, с улыбкой в слезах по поводу вот того, что происходит, с одной стороны, да, правильно, что ударили вовремя, ну, не вовремя, надо было пораньше, но говорят, что не могли сил, где было там, ждали, когда эти сплопят силы. Вот. А сейчас это растяжка, вы понимаете, вот военные действия растянуты, это на руку, опять же, международному империализму, прямо скажем, конечно, вы же понимаете. Изматывает наши силы, не издражает людей, потери какие, понимаете, это всё, конечно. Так можно потом и ядерное, это не исключает ведь возможность ядерных нападений, а измотать нас. Они уже хотели нас поразить. Вот план Уинстона-Черчилля, послевоенной, с 46-го года, после Хиросимы и Нагасаки, такого успешного эксперимента, они хотели 10 крупнейших городов, это прежде всего столицы всех наших союзных республик поразить, основные, Москву и Ленинград, конечно, ядерным ударом. Ну, тогда вот Лаврентий Павлов, Берия, про которого мы пели, когда его там, это Берия, Берия вышел из доверия, считались, да, он, оказывается, большую роль сыграл в подъеме нашей атомной промышленности, производства, бомбы. Ну, а вы знаете, что Сергей Павлович Королёв, средства доставки такие, которые не было в Америке, вот они и мы остановили. То есть силу можно остановить только силой. И у нас пути назад нет, мы не можем уже отступить, не можем в этой ситуации. Только остаётся вспомнить великие слова, которые были сказаны в начале Великой Отечественной войны. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Ну, всё, да. Я думаю, что мы Владимира Петровича поблагодарим за его, значит, содержательную лекцию, значит, и вопросы истинной практики, как критерия правды, как понятия классового, да, вообще-то, оно всегда находится в поле нашего внимания, как такой, значит, оперативный, оперативный инструмент, который мы всегда, значит, оперируем. Но обратить внимание я хотел на один, так сказать, вот наиболее животрепещущий момент, которого касался Владимира Петровича, да, конечно, обращаясь к примерам, чего там на Украине происходит, как до этой жизни дошли, в чём Путин прав, и является ли его правильная позиция в каких-то отдельных вопросах, да, значит, оправданием всей предыдущей политики, позиции и прочее, прочее. Это точно так же, как вот он говорил, что из одного логического посыла делают, так сказать, следующие выводы, и при этом очень легко одурачить, так сказать, людей и себя, если не очень, значит, крепкие мозги и не придерживаешься, значит, научной точки зрения. С этой, вот, или в этой части, я думаю, что мы ещё посоветуемся с нашим ректором, надо будет посмотреть, значит, как, значит, у нас построен план, может быть, мы, ну, какое-нибудь одно из ближайших занятий постараемся приблизить, вот, как по актуальности к тому, что происходит, для того, чтобы, так сказать, здесь покачать ситуацию, менять сомнения и поспорить, потому что, честно говоря, и в левом спектре разноголосица сегодня, ой, как велика. И если посмотреть интернет, там, значит, начиная вот тех, которые, чума нам оба ваших дома, значит, это империалистическая война со всех сторон, и заканчивая тем, что, реально, так сказать, надо добавить, добить, надавить, раздавить и так далее. Я бы хотел только на один момент обратить внимание, что наша партия, вот РКРБ, она отмечает, что в действиях, военных действиях, значит, российских вооруженных сил, ополченцев Донбасса, да, значит, присутствует, безусловно, значит, положительная составляющая, когда речь особенно идет, наконец, об отпоре тем самым нацистам, которые 8 лет там, значит, Донбасс бомбардировали, тем, которые в Одессе сожгли, тем, которые, так сказать, памятник и крушили, кто не скачет, ну и так далее, и тому подобное. Есть. Но это не значит, что мы не должны, значит, другой момент допускать. Путин, перед тем, как принял решение о признании Донбасса, значит, ЛНР, ДНР, обратился к нашему народу. И что мы слышали там? Оказывается, это большевики и дедушка Ленин виноваты, видите ли, в том, что вот так устроили Советский Союз, зыбкую конструкцию, и которые косвенно и сегодня виноваты, что мы наблюдаем на Украине, да, ничего себе за ход сделал. Вот это гораздо большая ложь, чем там все, что из этого проистекает. Потому что, если совсем коротко, то войны на земли Советского Союза принес капитализм, контрреволюции, которые свершились. И вот эта цепочка там, Сунгаид, Карабах, Приднестровье, значит, Таджикистан, Абхазия, Чечня, это все звенья одной цепи. И когда Владимир Владимирович даже с обидой какой-то в голосе недоумевает, что оказывается он у Путина просился в НАТО там, да, не взяли, не взяли, беда-бедолагу. И он делает вывод, что оказывается им в этом самом в империалистическом центре и в НАТО Россия ни в каком виде не нужна, так сказать. Им нужна только вот территория, ресурсы и прочее, прочее. Додумался. Если бы читал Владимира Ильича, который еще в 916 году написал, значит, империализм как высшая стадия, где все это дело объяснил, что конкуренция, не потому что там негодяи, а бизнес, как на прибыль, добыча, нажива и сильные конкуренты никому никогда ничего там не нужны в этом деле. Они, видите, люткнулись в это дело сейчас. Это вот, ну как бы сказать, заход что ли в тему, а отсюда можно цепочки пропроводить там и следующее и так далее, только я не буду останавливаться, это, наверное, специально мы все-таки это дело покончаем, но вывод-то один. В Советском Союзе этого не было и не могло быть. И вывод из этого, что только возвращение на путь социализма, только, значит, по пути интернационализма и братства трудящихся на классовой основе, можно выйти из этой ситуации. Не только для Украины, Донбасса, России, для всего мира. Вот это, так сказать, если мы к марксизму относимся как к науке, то это истина. Спасибо. Вот истина или заблуждение? Считаю, что вы заблуждаетесь по следующему вопросу. Считаю, что Ельцин и россияне с Ельцином нанесли больший ущерб, чем Путин и россияне с Путиным. Вот на примере моего предприятия Всесоюзной НИИ радиоаппаратуры 5 тысяч человек, институт и завод. После Ельцина осталось где-то 2 тысячи. И институт был, и завод был дееспособен еще как-то. Сегодня, после Путина, он превращен, во-первых, осталось не 2 тысячи, а 500 человек. И оно полностью неумное. Ну, и самое главное то, что россияне, вот современные, они уже уничтожили систему внутренней научной работы по ГОСТам СССР и заменили его на международные стандарты. Ну, читаю, американские, которые прислали ЦРУ сюда. И активно выполняют их от начальника участка, то есть предприятия превращены полностью, но в тупое исполнительское создание, которое не думает ни о чем, которое сиюминутно. То есть Путин и россияне с ним, они в 10 раз больше нанесли ущерб, чем у 100 ельцев. Вот, теперь по... Просто не успел. По Донбассу. Правильно, что вот в этой ситуации конкретной нужно сказать, что русские бей сильнее. Потому что ты прав, ты более приличен, чем фашисты, не цивилизованные. И ты, короче говоря, нужно давать отпор. Это нужно было давать раньше. А то, что при этом нужно учесть, что Путин и верхний слой продадут русского солдата и донбассовца, и уже начали это делать, обязательно. Но все равно рядовой человек, рядовые бойцы, они останутся на века, их имя останется светлым. Что бы они ни думали, что бы они ни хотели, грамотные и неграмотные, они своей жизнью сделали облегчение людям, донбассовцам, русским и приличным украинцам. И то, что вот у нас есть такой недостаток, ну у многих, что вот говорят там, какой-то Путин, да какое нам дело до фамилии президента? Он выражает там классовую сущность этих друзей. И надо больше доводить от больших понятий общества, классы общества, слои до Иванова, Петрова, Сидорова. Почему никто не говорит, что вот мы сделали, мы проводим военную операцию? Ну хорошо, это же средства. Мы должны обеспечить людям, которые там живут, донбассовцы, нормальную жизнь, чтобы там не стрелялось, ну чтобы довести вот это средства военные, политические, какие угодно, до рядовых тысяч людей. И вот это главное. А то, что Путин и верхушка, все эти богачи, они решают свои проблемы. Они хотели вписаться в Европу вторым, третьим сортом, как и все россияне, в Европу. Но их, понятное дело, что в мире такая ситуация, что земли Советского Союза будут уничтожать, в том числе и эту верхушку, не нужно. И они сейчас засуетили, что надо поторговаться. То есть больше класс и дойти до людей. Спасибо. Заключительно слово. Пожалуйста. Так, ну спасибо, уважаемые товарищи, за ваше дополнение, которое вы сделали. Действительно, там настолько тема обширна многоаспектно. И трудно даже для специалистов, что часто бывает, что как-то ведет в определенную сторону, но которую считаешь наиболее главной такой стороны. Там второстепенные моменты опускаются, а потом выясняется, что, может, это и не было второстепенным. Так что тут, конечно, как говорит история, все расставит на места, но у нас впереди, конечно, тяжелые года. Я вот думаю, родился я после войны в тяжелое время, и умирать мне сейчас тяжелое время, тоже фактически военное. Как-то так получилось. Даже, конечно, потери колоссальные, экономические уже следуют. И тут я еще раз повторяю мою убежденность в том, что, конечно, отступать здесь нам нельзя. И вот эти все переговоры ведутся, я думаю, что это реверансы перед Западом опять, наше участие в переговорах, которые... Ну, если мы остаемся на своих позициях, на тех принципах, которые были выдвинуты, требования, то переговоры никакие не возможны с ними, которые тоже никак не уступят и не отступят. И если что-нибудь там тот же Зеленский сказал, можно уверить, что да, он готов там вроде. Ну, это абсурд. Это такие дипломатические игры, но, к сожалению, они очень дорого обходятся, эти дипломатические игры, затягивания вот этих военных операций. Тут, конечно, вот наша гуманистическая составляющая, да, которая и в войне мы стараемся сохранить. Действительно, я просто знаком с одним человеком, который сейчас принимает непосредственное участие в этой войне, да. Вот. Мы с ним тут перезванивались, прям связь очень плохая. Вот так. Так что из первых уст. Конечно, всякая затягивания на день – это колоссальные наши потери, это потери людские прежде всего, это безвозвратные потери, как говорят, на войне. Конечно, затягивать нельзя надо. Но, с другой стороны, вот с учетом этих, этой гуманности мы не могли действовать так же, так сказать, взять, да и накрыть из установок град там в район Киева, где установили они свои грады, да. Ну, не могли бы. Иначе бы мы сравнялись с ними все. В лицах, так сказать, в своем стали похожи бы на них и международная общественность. Ну, правда, международная общественность, значит, она нас осудила априори, как говорил старик Кант. Не критерий. Заранее, да, это не критерий, вот это знаю, отнюдь. Они всегда нас будут осуждать, мы им не нужны уже несколько столетий, вы понимаете. История нашей многострадальной Родины показывает, что, да, слишком лакомый кусок мы, большую территорию занимаем, полезно ископаем и прочее. Они считают, что это их, мы должны стать полным вассалом, если не хуже того, просто рабами. Вот, но нам отступать действительно некуда. Мы должны тут стоять на своей истины. Вот. И именно истина в нашем знании, она должна нам помочь, конечно. Чтобы понимать, что происходит действительно, чтобы самих себя не обманывать в чём-то и других не обманывать. И как-то раскрывать эти моменты. Вот действительно так, внутренняя политика. Вот сейчас явное поливение идёт. Игра это или не игра. А с другой стороны, вот, наверное, необходимость. Стали почувствовать, что нельзя. А вот национализация. Ну, ничего, можно. Вот так разрушили экономику, что там, эту фирму Apple, да, как мы можем её национализировать, она вся, комплектующие оттуда идут. А вот какую-нибудь пирожковую, там, вот, Макдональдс мы можем национализировать, потому что это наши всё продукты, да, легко это сделать. Но, к сожалению, это касается только пищевой промышленности. А вот всё наше производство, включая и военное, вот, понимаете, до чего дошло. И, конечно, вот тут надо поставить точки над «и» и в таких вопросах, как это мы могли фонд национального благосостояния держать в американских банках. Вот, понимаете, что это такое? Это измена Родины вообще, если говорить, это всё называют вещью. Это измена Родины прямая. Вы знаете, что часть этих средств уже арестована в Соединённые Штаты. Вот. Ну и шли. Это же наши деньги. Вот, это, конечно. Тут нужно разобраться с войной, разобраться и внутри, конечно. Это необходимо сделать. То есть это следующий шаг, да, после этого. Совершенно необходимый. Но нам эти ребята, вот, они, конечно, и сейчас мешают. Ну ладно. Ну это вот, видите, разговор такой очень трудный, долгий, многоаспектный. Я вам скажу сразу, что я вообще-то по своей вот такой узкой профессиональной наплавности, я специалист по философским проблемам естества знаний. Конкретно генетика популяции и квантовая механика материала. Понимаете? Ну вот, я защитил докторскую 35 лет тому назад уже. Представляете? И эти 35 лет я политизировался очень. Поэтому я выступаю перед вами не по философским проблемам, квантовой механикой. Кого-нибудь сейчас волновать, да. Вот эти проблемы. А вот и в статьях своих я перешел, конечно, на эти. Потому что, ну, как гражданин, просто, как действительный патриот. Вот где тут грань между патриотизмом и доведенным до крайности патриотизмом национализмом, да. Вот как-то, вот видите, тут тоже проблема философская, да, можно сказать. Так что приходится и в этом разбираться, но разбираюсь на ходу, что называется. Тут я, как узкий специалист, я никаким политологом не являюсь, да. Хотя у меня и учебник по политологии издан, но все равно это учебник, учебное пособие, точнее научный труд. Вот, так что, может быть, я тут ошибаюсь во многих вещах. Вот, поправили меня немножко. Спасибо. Ну, и на этом, да. Ну, и вам тогда спасибо. Да. Ну, мы должны вот тут вырабатывать свои. Реплика маленькая и объявление. Вот, когда мы выступаем, кто и кое-кто в адрес, так сказать, докладчика смотрел, что он недостаточно, так сказать, проникнул классовой ненавистью к имперализму. Поэтому я, как знающий его, хочу всем сказать, кто-то не знает. Что, в отличие от всех нас, наверное, Владимир Петрович, исполнял, значит, воинский долг интернационалистов во Вьетнаме, еще одно отличие, в 1960, наверное, в восьмом году. Нет, в 1968 году я уже деберезон был. В 1965 году. Я к тому, что не просто там кому-то что-то советовал, а непосредственно участвовал в составе расчетов зенитных комплексов, так сказать, и довольно успешно. Спасибо, Владимир Петрович. Так, у нас по плану. Шнур. Аккуратно. Следующая лекция у нас получается 17 марта. Тема «Особенности организации профсоюза в морской отрасли». Ждет занятие председателя межрегионального профсоюза работников флота «Морской профсоюз» Турнаков Юрий Петюк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова